Ну что ж, продолжаем. И мы вас предупреждали, что сегодняшний день будет насыщен такими яркими выступлениями. Сейчас у меня есть возможность где-то минут 25-27, где-то так, да? Пообщаться тоже с вами напрямую. И я не претендую на полноценное какое-то выступление, я не спикер, ведущий, но есть возможность поделиться с вами некоторыми мыслями, некоторым пониманием. И я с удовольствием это сделаю до выступления следующих наших спикеров. И дайте мне эту щелку, пожалуйста. Славя, готовы, да? Они уже заряжены. Куда наступать? Наступать-то куда-то. Сюда? На правую, да, эту штучку? На правую. Так, сейчас проверим. Работает? Работает. Работает. И давайте поговорим с вами о... Заявлено было как тема, как бы, навыки приятного директора. Ну, это официальное такое название. Давайте поговорим вообще о жизни лидера, о жизни... О поведении лидера в бизнесе, в том деле, в котором он для себя выбрал. Ну, здесь, как бы, органично смотрятся, да, и навыки приятного директора. На самом деле, не обязательно быть приятным директором, чтобы использовать эти навыки. Можно начинать с уровня менеджера, приобретать те необходимые навыки, умения и формировать в себе правильное отношение к бизнесу, к людям, к тому делу, которым вы занимаетесь, правильно его понимать, правильно его продвигать. Пропродвигать это понимание в свою структуру. И для того, чтобы, когда вы начнете закрывать следующие звания, звание за званием, звание за званием, когда ваша структура будет развиваться, когда ваш бизнес будет приобретать уже такие масштабы, и вы смело будете говорить, у меня всероссийский бизнес, у меня международный бизнес, у меня глобальный бизнес. Чтобы к этому моменту вы уже были готовы к профессионалам. Поэтому, друзья мои, начинаете прямо сегодня, прямо с того уровня, на котором вы находитесь. Не обязательно ждать закрытия звания бюджетного директора для того, чтобы становиться к личности. Сначала становиться личностью, которая потом получает те самые погоны, балеты, награды, регалии и так далее. Но начать хочется вот с этого слайда, с этой картинки. Здание, в котором высотного здания, вот смотрите, вот про то, примерно про то здание, в котором мы сейчас с вами находимся. Здание, фундамент высотного здания опирается на 264 сваи, диаметром 2 метра. Каждая максимальная глубина погружения сваи 82 метра. Вдумайтесь! 82 метра в глубину. Вопрос, зачем? Что делать? Больше ничего было, что ли, колотить, вдалбливать такую глубину. А для того, чтобы здание стояло долго, надежно, для того, чтобы мы сейчас с вами чувствовали себя здесь комфортно и в безопасности. То же самое происходит с нашим бизнесом. Да, кстати, вот видите, другая постройка есть. Вот для вот этой постройки, на что надо нажать, чтобы красненькая стрелочка появилась? На верху. На верху, вот на эту, да? Ага, вот. Вот для этого здания не нужен такой фундамент. Точно. Вчера ко мне подходили ребята из молодежной команды, и мы с ними разговаривали на тему, какие книги я советую почитать по бизнесу. Я им назвал несколько серьезных произведений, серьезных авторов. А потом вспомнил еще одну книжку, она называется так, я автора не помню, а книга называется так, «Сказка про трех поросян». Я не шучу, друзья мои, я не шучу. Это книга о бизнесе, это книга о сетевом бизнесе, но не книга, это произведение, это о сетевом бизнесе, это о том, как нужно строить свой бизнес. Очень часто подходят к лидерам начинающие, дистрибьюторы, менеджеры, активные такие, такие термоядерные, подбегают. Мне нужно прямо сейчас, здесь срочно, скажите мне, как быстро стать бриллиантовым директором. Или хотя бы директором. Быстро, быстро, скажите мне, как быстро стать. У меня всегда оттенят ответ на такие вопросы. Не надо быстро становиться никаким, ни бриллиантовым, ни просто директором. Быстро не надо, становись качественным. Если у тебя при этом получится опередить сроки, так сказать, естественного созревания, хорошо. Если ты чуть дольше будешь становиться этим самым профессиональным лидером, директором какого-то уровня, ничего страшного. Главное, что ты им станешь. Делайте качественный бизнес, для того, чтобы бизнес был надолго, для того, чтобы он был надежным, для того, чтобы его не сдуло, как в сказке о трех поросянках. Помните, там быстро построили соломы, дуга, еще, еще, подошел, дунулся, все, нету построить. Вот чтобы обстоятельства, внешние факторы, форс-мажоры всевозможные, агрессивная окружающая среда, чтобы не сдуло ваш бизнес, строите его надежно, на хорошем фундаменте. Хороший фундамент в нашем бизнесе это спонсорская работа, это спонсирование. Это спонсирование и не только тех людей, которых вы приглашаете в первый уровень. Это спонсирование любого серьезно относящегося к нашему бизнесу человека, в какой бы глубине он у вас в структуре не находился. Если вы взяли на себя ответственность лидерства в своем бизнесе, если вы считаете себя не просто номинальной единичкой, а хозяином своего бизнеса, Наташа сегодня про это сказала, это великая ответственность, колоссальная ответственность. Возьмите на себя эту ответственность, ответственность за формирование профессионализма в каждом человеке в вашей структуре, независимо от глубины, в которой он у вас находится. Появился серьезный человек в 25-м поколении, напрямую с ним общайтесь, не оттирая, не оттесняя спонсоров непосредственных, а вместе с ними. Но если вы чувствуете себя хозяином своего бизнеса, вы ответственны за все, что происходит в этом бизнесе. И вы можете добавить той информации, того отношения, тех эмоций, которые необходимы этому человеку вместе с его спонсором, так сказать, проделать эту лидерскую, спонсорскую работу. И вот это и есть фундамент правильные отношения, правильные профессиональные навыки тех людей, которые находятся в вашей структуре, в глубине. Это и есть фундамент вашего бизнеса. Сколько таких людей будет, и в скольких уровнях такие люди будут у вас в структуре находиться, вот это и есть те самые сваи, огромные и глубокие, надежные, которые будут держать. Чем больше таких людей будет в вашей структуре, и чем глубже и в разных поколениях, тем надежнее будет ваш бизнес. Ну вот, так как-то. И перейдем дальше. Перейдем уже непосредственно к нашей альфлеймовской тематике. Не секрет, наверное, что у нас есть несколько видов доходов, и вы про это все знаете. Я обзорно, коротко пробегусь, просто напомню и покажу свое вид, свое понимание. Семь видов дохода, экономия это тоже доход, сэкономленные деньги равно заработанные деньги. Поэтому 20% с недавнего времени, слава богу, не 18, а 20%, это плюс акции, плюс подарки, это те деньги первые, которые человек может получить уже сразу в первый день, в первый час своего сотрудничества с компанией Альфлейм. Первые минуты, пришел человек, подписался, сделал себе заказ, он сэкономил деньги, значит эти деньги остались у него в кармане. Он может ими воспользоваться, ура. Второе, от 3 до 22% с личного товарооборота. Личный товарооборот, это когда вы приносите каталог, кому-то показываете, либо отправляете человека на сайт Альфлейм, он смотрит лист, а это электронный каталог, и делает заказ, вы выполняете этот заказ, пожалуйста, вы зарабатываете деньги. Это заработок, это еще не доход, в общем-то, это заработок, но уже приятно. Можно ли много зарабатывать на втором пункте? Много, конечно, нет. Но первые необходимые деньги на карманные, так сказать, расходы, даже себе, на косметику себе, на wellness, чтобы не брать эти деньги из семейного бюджета, который и так худенький, ну, у многих людей, да, не позволяет вдруг вытащить там 3-4-5 тысяч рублей, чтобы купить wellness на всю семью, например. Вот, пожалуйста, заработайте эти деньги на личном товарообороне. Это прекрасная идея, показав каталоге соседям, друзьям и родственникам. Третье, с группового товарооборона 32% то же самое. Это уже, ну, вы знаете, да, что это разница между процентным уровнем вашим личным и процентным уровнем людей, находящихся в первом уровне у вас в структуре. Я не буду здесь долго останавливаться, разжевывать, если вам непонятно сейчас, о чем идет речь, хотя здесь нет новичков совсем. Но если непонятно, к спонсору, пожалуйста, разберитесь с ним. Вообще, маркетинг-план подробно узнаете, что это такое за разница такая. 32% с группового товарооборона. Бонусы с глубины заворачивания 22% групп. Это очень хорошо расписано в плане успеха, поэтому тоже долго останавливаться не буду. Честно, вопрос. Мы с вами здесь все свои, стесняться некого, поэтому честно можно отвечать. Скажите, пожалуйста, кто еще не изучил? Я спрашиваю, никто не держал план успеха в руках, а кто не изучил план успеха? Кто еще не изучил, за что, в каких ситуациях и какие бонусы он может получать? Золотой, деревенческий бонус, золотой, сапфируй, приятный и так далее, исполнительный. Кто еще не изучил? Ну честно, ну ладно. А вот есть, вот честные люди есть, появились. Не бойтесь вы сказать, что я чего-то еще пока не знаю, я чего-то пока еще не умею, ничего страшного в этом нет. Изучите, изучите. Более того, классно, что большинство из вас не подняли руку, значит вы это знаете, вы это изучили. Но разберите с каждым человеком в своей структуре, который пришел и заявил, я буду заниматься построением структуры, я буду заниматься сетевым бизнесом. Разберите с ним, то что вы понимаете, классно, разберите с каждым своим человеком план успеха. По полочкам разглашите, чтобы каждый ваш человек понимал, куда он идет, к чему он может прийти. Так, следующий единоразовые премии в долларах за достижение, но вот это, вот это, он виноват, извините, 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 извините. Сейчас, вернусь, да, вот это вот, в долларах это очень важное слово, с приставочкой. Очень важно, именно в долларах, потому что курс колеблется, он ненадежен, и сейчас вы знаете, что в последнее время курс валюты он выше, чем был 2-3 года назад, значительно. А наши люди продолжают получать в долларах, в долларовом аквалиде, или не в рублях, но в долларовом аквалиде, классно, за достижение новых званий. Давайте вместе проверим за одно ваше знание, за одно встряхнемся чуть-чуть. О каких цифрах идет речь? От 1000 долларов до... Как-то в раздобой получилось, давайте, дружнее. До миллиона. Чего? До. О! А? Смотрите, вот здесь 160 человек, 160 миллионов долларов можем заработать. А по пути, кстати, от одной тысячи долларов до миллиона, там сколько? Марго, ты должна лучше это цифры знать, суммарно, сколько там набегает? Ну, что, папу... Она потрачена уже. Папа, я не... Всё, она говорит, всё потрачено уже. Хорошо. Около двух миллионов долларов. Более двух миллионов. Суммарно, ну, около. Около двух миллионов долларов суммарно. Вот в профессии. Только ими, одноразовым премиями можно собрать по маркетинг-плану. Вдумайтесь в эту цифру. Международные конференции. Здесь написано, что в доходах указано, но это действительно так. Что такое международные конференции? Это фантастические поездки, это фантастические путешествия в окружении совершенно замечательном, потому что можно самому куда-то там заплатить деньги, поехать, хотя такие деньги, которые платят за нас компании на международных конференциях, вряд ли кто-нибудь сознательно отдаст за отдых. Ну, так вот, сам из своего бюджета, вряд ли. Потому что стоит, это, конечно, колоссальных денег. И компания за нас платит. И это фактически то же самое доход. Ну, и институционные бонусы. Компания периодически нам предлагает акции и бонусы. Дополнительные выплаты к маркетинг-плану за то, что мы уже сделали. Надо чуть-чуть больше напрячься, чем обычно. Вот чуть-чуть дополнительной работы делаете, и вы есть возможность получить дополнительный ситуационный бонус. Почему ситуационный? По ситуации. Вот сейчас ситуация такая, и компания предлагает этот бонус. Он не будет вечным. И надо успеть воспользоваться моментом. Надо прямо сейчас, объявила компания ситуционный бонус, надо прямо сейчас воспользоваться этой идеей. Прямо сейчас проделать эту работу. Потому что ситуация изменится, через некоторое время этого бонуса не будет. Будет другой какой-то, возможно. Но этого больше не будет. Если вы хотите все бонусы собирать, пожалуйста, реагируйте быстро на то, что предлагает компания. Ну вот, мы пробежались по доходам. Ну и теперь, как эти доходы зарабатывать? Опять-таки, вчера в кулуарах мы беседовали на эту тему. Ко мне подходили ребята, спрашивали, как лучше строить бизнес в глубину, в ширину, тра-ля-ля. И вот мы с ними обсуждали. Я говорил, что правильное построение бизнеса – это перпендикулярное построение структуры. Перпендикулярное и в ширь, и в глубь. И не надо, особенно на начальном этапе своего бизнеса, давать предпочтение какому-то одному направлению. Ваша задача – приглашать людей в первый уровень. И когда появляется человек с серьезными намерениями, с правильным отношением, обучаемый, который действительно хочет научиться строить бизнес и строить его вместе с вами. Речь идет о бизнесе. Так, значит, с этим человеком работаете в глубину. То есть приглашаете постоянно людей в первый уровень, развиваете ширину, появляется серьезно настроенный человек, с ним сразу работаете в глубину. Не радуйтесь, что человек будет работать самостоятельно. Вместе с ним работаете. Это очень важно понимать. Это тоже, это то самое спонсирование, это тот самый фундамент, который вы будете закладывать в успех и в прибыль своего будущего бизнеса. Совместная работа с серьезно настроенными людьми в глубину. Вы помогаете этому человеку строить его персональную группу, находить лидеров, обучать лидеров и так далее. И параллельно, кстати, вы этого человека обучаете быть самостоятельным спонсором. Звание, премия, премия, давайте мы не будем на этом останавливаться, как мы пробежим дальше, да? Ширина и глубина одинаково важны. Одинаково важны. Спонсирование, совместная работа, спонсоры, консультанты по развитию его бизнеса и формированию его личности. Это то, о чем я говорил несколько минут назад. Формировать в них ключевых партнерах правильное понимание сетевого бизнеса. О чем идет речь? Если вы думаете, что достаточно одной презентации, и человек понимает сразу все, что вы ему сказали, если он говорит, я подписываюсь, это значит, что он понял презентацию, вы глубоко заблуждаетесь. Нет. По пальцам перечитать можно людей, которые на первой презентации поняли смысл бизнеса. По пальцам. Среди миллионов людей, прошедших презентацию, несколько человек поняли сразу. Остальным нужно дополнительное время. И дополнительное разъяснение. Поэтому правильное понимание сетевого бизнеса закладывается в людях постепенно. Для этого нужно с ними периодически, регулярно разговаривать на эту тему. На тему сетевого бизнеса. Подсказывайте, какие книжки, какие брошюры прочитать. Объясняйте свое понимание. Разжевывайте какие-то моменты из маркетинг-плана. Почаще об этом разговаривайте. Что такое сетевой бизнес? Что он нам может принести? Как он устроен? Как работает механизм сетевого развития? В чем его сила? В чем его ценность? В чем его надежность? Почему это сегодня лучшее предложение на рынке труда и вообще на рынке предпринимательства? Сетевое предложение. Почему это самое надежное? Почему это самое перспективное? Разговаривайте об этом. Пусть ваши люди знают вашу точку зрения. Формировать в ключевых партнерах правильное отношение к компании, спонсорам, консультантам, коллегам из других структур и к своей деятельности в своей группе. То же самое. Как это делается? Разговаривать на этой теме надо? Разговаривать на этой теме почаще. Не только о том, как именно по телефону нужно разводить клиента на заказ. Или как рекрутировать там в инстаграм. Или не только технологические моменты обсуждайте. Формируйте правильное отношение. Сетевой бизнес. Какой формы рекрусинга он не приобретал. Оффлайн, онлайн, так, сяк. Сверху, снизу, сбоку. Это не принципиально. В любом случае этот бизнес всегда был, есть и останется бизнесом человеческих взаимоотношений. Межличностных, уважительных взаимоотношений. Поэтому отношение компании к спонсорам, консультантам, коллегам из других структур и даже к представителям других компаний должно быть правильным. Каким? Позитивным, лояльным, доброжелательным. Я иногда, иногда, слава богу, слышу, сейчас реже этого стало проявляться, но иногда я все-таки слышу. Вот типа, мы, Али Флейм, это классные ребята, а они там, которые другими на букву Ф, на букву Ш, на букву и другие, которые в других компаниях есть, а они их так галсты. Они ничего не понимают, вообще, надо с Али Флеймом жить в самой лучшей компании, в самой крутой и так далее. Это для нас так, для нас Али Флейм лучшая компания. Для них их компания на букву Ш или на букву А, или на букву Г, для них их компания самая лучшая. И они тоже правы. Когда к мудрецу, когда два старца спорили о чем-то, неважно, о чем они спорили, два старца спорили о чем-то, очень уважаемые люди, и они никак не могли прийти к одному, к общему мнению, выбившись из силы, они решили, пойдем к самому старейшему, он самый мудрый. Мы спросим у него, кто из нас прав, он-то нас рассудит. И вот они пришли к самому, к самому уважаемому человеку и спрашивали его, старец, скажи, пожалуйста, вот мы спорим вот на эту тему, я говорю, что вот так вот так должно быть. А он говорит, что вот так, по-другому. Кто из нас прав? Представляете, говорит, ты прав. Первый. Второй возмутился, говорит, как? Ты услышал его точку зрения, мою точку зрения, ничего не услышал, уже говоришь, что он прав. Говорит, хорошо, расскажи свою точку зрения. Второй рассказал, то как он это видит. Говорит, хорошо, ты прав. Первый возмутился, подожди, ты же самый мудрый, самый уважаемый человек, только что ты говорил, что я прав, теперь ты говоришь, что он прав. остались улыбнулся и сказал и ты прав и ты прав самое интересное что я тоже у каждого есть своя точка зрения и каждый может быть правом и и и нет самой лучшей компании и нужно уважать всех и на букву г и на букву ш и на букву а они занимаются своим любимым делом точно так же мы занимаемся своим любимым делом если мы будем уважительно и доброжелательно относиться и вообще говорить постите вон бизнесе в общем в целом как об индустрии представьте какая классная атмосфера будет создаваться через пять здесь и через 15 лет и когда нам тоже нужно будут нужному крайне quiet и нашим людям нужно будет рекрутировать представьте в какой хорошей положительной атмосфере они будут это делать все будут уважительно относиться друг друга и рассказывать про сетевой бизнес что это классно есть разные хорошие компании выбираем и другая атмосфера если все друг друг извините за выражение будут обсирать через пять лет когда окружающие нас люди не относящиеся к сетевому бизнесу работающий бухгалтером учителем и милиционерам и поваром будут слышать только вот эту гадость который мы друг на друга предположим удивлитель какая посвернуть вокруг сетевом и захочется им вообще слышать о сетевом бизнесе какой-либо компании неважно конечно же нет поэтому друзья мои давайте мы будем создавать вот этим правильным отношением вот этим правильным отношением вот этим правильным отношением коллегам из других структуре своей из других компаний тоже будем создавать правильную атмосферу в которой будет легко работать следующим поколением представителей сетевого бизнеса в том числе компания флэйм нашим с вами дистрибьютором договорились хорошо подходит идея нравится ура правильное отношение к мероприятиям ценность перебрать эмоции ничего вообще говорить не буду в этот счет вы чувствуете важность и ценность этих мероприятий лидерское мышление ответственное что я могу сделать чему научиться лидерское мышление ответственно лидерское мышление чем отличается мышление лидера от всех остальных мышлений ну положительно же естественно ответственное вот здесь подсказки есть ответственное что я могу сделать лидерское мышление он все ответственность берет на себя когда что-то не так в структуре происходит никогда не ищите причину или виноватого человека никогда не делайте никогда до этого не опускайтесь всегда задумывайтесь прежде всего и и только об этом что я могу сделать для того чтобы исправить что я как лидер могу сделать для того чтобы исправить ситуацию что я как лидер могу сделать для того чтобы повлиять чтобы изменить к лучшему ситуацию вот это и есть лидерское мышление что я могу сделать как мне себя вести о чем не нужно поговорить с моими людьми чтобы они лучше рекрутировали как я должен организовать такое мероприятие чтобы она повлияла на мою структуру какой промоушен мне нужно продвинуть моим людям для того чтобы они сделали дополнительную работу и так далее что я могу сделать как я могу влиять на ситуацию есть лидерское мышление но мы идем дальше премьер все-таки конечно как все не может быть ура хорошо мои слайды закончились слайды закончились у меня еще есть баклочки то что написано а время сколько 10 минут отлично для того чтобы все-таки стать лидером а не просто быть такой номинальной единичкой строчкой в распечатки спонсора участникам на каком-то там проценте и так далее этого бизнеса чтобы стать да я забыл задать вопрос скажите пожалуйста а кто вообще из присутствующих хотел бы хочет стать лидером не быть лидером а стать лидером есть разница между формировали формулировкой хочу быть или хочу стать кто стать хочет еще раз стать лидером учить у молодцы какие кто не хочет стать лидером не хочет кто не хочет нет хорошо вот одно из условий вы умеете быть влюбленными кого-то в жизни такое было кто-то когда-то влюблялся мальчики влюбляюсь еще наказать девчонки вы влюблялись в мальчишков когда-нибудь да вот девчонки как-то активнее ответили хорошо они активнее они не эмоциональны хорошо очень вниманием друзья мои это важно это на самом деле важно очень важно быть влюбленным влюбленным в то дело которым мы занимаемся влюбленным в тот бизнес которым мы занимаемся влюбленном в тех людей которые приходят там структуру почему я отвечу почему? Это не просто слова такие, знаете, я бы на вашем месте записал бы даже, чтобы не забыть. Такая информация не часто в книгах печатается. Быть влюбленным, что за счет такое? Какое отношение к бизнесу имеет? Имеет. Я вам объясню, какое отношение. Влюбленный человек, вспомните, я не случайно спросил, был у вас когда-то такой или нет. Влюбленный человек не замечает нюансов, не замечает мелких изъянов в объекте обожания. Да или нет? Да. Когда есть состояние влюбленности, все прекрасно. Она великолепна. Он идеален. Вот это что такое состояние влюбленности. И когда вы это состояние формируете по отношению к бизнесу, к делу, которым вы занимаетесь, к своей структуре, к людям в своей структуре, вы не замечаете мелких изъянов. Для вас все классно, все хорошо, все круто. И в таком состоянии бизнес делается проще, легче и надежнее. И рекрутируется легче, и заказы собираются лучше. и структура строится глубже и ширше, и шире. Шире. Правильно по-русски? Нет, шире. Присаживайтесь, нет? Присажевывайтесь, надо правильно выражевываться. Вот, это про влюбленность. Теперь, положительное, позитивное мышление. Я бы продолжил эту мысль. Чтобы стать серьезным лидером, нужно уметь относиться к ситуациями, к людям. Знаете, есть такая теория без конфликтов общения. Сейчас времени мало, я не смогу ее раскрыть полностью. Можете поискать сами в психологической литературе. У Карнеги это неплохо написано. Ну, у Карнеги, который психолог. Там в книгах есть и поковыряться. Много воды, но есть вот и хорошая. Вот эта теория без конфликтов общения, например. И о чем там говорится? Там говорится о том, что надо правильно реагировать на то, что происходит с вами, вокруг вас. И на поведение других людей. Не ведитесь на провокации. Я такой вот пример сейчас нарисую. Бытовой вполне пример. Вполне естественный и каждый день встречающийся. Я где-то еду, там в транспорте, мне кто-то говорит, ну ты козел. А я точно знаю, что нет. Вопрос. Зачем я буду расстраиваться из-за того, что кто-то назвал меня козлом, если я точно знаю, что нет? Это пусть он расстраивается из-за того, что я не отреагировал. Вдумайтесь, пожалуйста, в то, что я сказал. Правильная реакция на поведение других людей, которые вас провоцируют на негативные эмоции. Не ведитесь. Мы с вами каждый день общаемся с людьми. Люди бывают разные. Иногда очень положительные, иногда очень негативные. Негативному человеку что нужно? Заразить негативом стоящего рядом. Это его задача. Ваша задача не поддаться на провокацию. Поэтому, если вы точно знаете, что нет, что вы не то, чем вас называют, не реагируйте. Реагируйте. Если вам кто-то говорит, что продукция компании Reflame – это фигня такая, это полностью фигня, да? Ну, нормально, улыбнитесь, скажите, я с тобой полностью согласен. Конечно, да. Для тебя – это фигня. Это чувствуется. Например. Ну, например, да. Ну, как-то так. Один мой знакомый, когда он пришел к подруге и предложил ей туалетную воду от Reflame, она сказала, нет, это дерьмо, я этим не пользуюсь. Они не виделись несколько месяцев, он уже стал там директором, закрылся, он уже покупал себе там все туалетные воды, им очень нравились. Туалетные воды Reflame, они классные, да, ребята? Да. Вот. И тогда была такая вода, Frey, мужская, которая женщинам очень нравилась. Ага. К сожалению, ее нет. Я просьба кровообородству посодействовать, чтобы ее вернули. Это шутка. Вот. Так вот, друзья мои, и вот он, набрызгавшись этой туалетной водой, идет случайно встречает эту подругу, она в щёточку поцеловала, а вот такой эффектный одет, он себе дорогой костюм уже купил, классный, очищенные ботинки, калстук яркий. Вот. Ну, чего? Ой, какой ты классный стал. А то недавно в куртке какой-то завысканин сказал. А как пахнет это от тебя? Чем от тебя пахнет? Он говорит, дерьмом. Я говорю, что? Ну ты же сама говорила, что Reflame это дерьмо. От меня пахнет дерьмом. И пошел дальше. Не ведитесь. Не ведитесь в инвокации, когда вас хотят вывести на негативные, эмоции. Классно. Так. Ага, об этом сказал. Ну и последнее. Последнее. Совсем последнее. И мы будем представлять. Принадлеживание. Чтобы стать лидером, нужно овладеть некоторыми качествами. Есть четыре. Вот представьте себе такую пирамиду, да? Объемную пирамиду. У нее есть четыре основных грани и основания. Вот давайте про эти четыре грани. Я просто, я без дополнительного обсуждения, просто перечислю. Какие основные четыре грани лидерской личности? Это, конечно же, профессионализм. Если мы не умеем профессионально работать, какие мы, к черту, лидеры. Таких не берут космонавты. Значит, профессионализм. Выработка профессиональных навыков. Во всем, что нужно делать в нашем бизнесе. Хорошо, профессионализм есть. Дальше. Интеллект важен или нет? Да. Почему? Мы должны быть интересны для нашей структуры. Если мы знаем много в различных областях, если интеллект достаточно развит, все, что вы будете говорить, будет приниматься вашими людьми. Они будут ждать от вас новой информации. Интеллектуальный уровень развивайте, пожалуйста. Больше читайте, интересуйтесь. Сейчас есть интернет. Нет ограничений для развития интеллекта. Дальше. Внутренняя культура нужна? Одни из лидеров моей структуры, у нас с ними даже долгое время такая шутка была. Я им часто рассказывал про внутреннюю культуру, многое чего-то такое. И говорил, я вот себя контролирую, например, так. Я где-то там чего-то... Вот иду я, скушал конфетку, бумажку бросаю так в урну, например, бах, и промахнулся. Бывает такое. Промахнулся, она упала рядом с урной. Большинство людей пойдут дальше. Кто-то даже не замечает. Кто-то вообще урна-неурна просто взял и бросил. А я им рассказывал, говорю, знаете, а я вот всегда думаю, а Магнус бы так поступил. И если я говорю себе нет, я вернусь, эту бумажку подниму. И вот мы здесь, мы... И когда мы были на прилавке на вересе на Гуа, мы сидим в ресторане, мы наловили крабов океанских. Мы там взяли себя... Извините, я вот задержусь буквально на 2-3 минутки. Взяли там, наняли лодку с рыбаком с местным за какие-то сущие копейки. А у нас по приливу там по усюрике Васил катал, показывал нам шкуры змей, сброшенных шоу орлов там устроил. И мы ловили крабов океанских. Наловили много. К ресторанчику причалили на сваи, такой ресторанчик на Гуа. Значит, отдали этих крабов, нам приготовили. Мы сидим, разговариваем, пьем коктейли, мохиту, потягиваем, значит. И что-то там тоже вот что-то, какую-то бумажку что-ли в сторону накраски. Ее ветром сдуло, она раз из этих свай и вниз улетела. Ну я так, оп, вроде бы поймать. Не поймал, она улетела. Эти ребята мне говорят, а Магнус бы так не поступил. Опа! Вот эта шпилька, да? То есть я им рассказывал, я даже не сам ее бросил, сдуло. И мне пришлось влазить из этих свай, искать в траве эту бумажку, споро поднял, противоставил его, и все нормально. Внутренняя культура, друзья мои, никогда не делай того, за что тебе может быть стыдно, даже если об этом никто не узнает. Не позволяй себе сделать чего-то, за что тебе может быть стыдно. Даже если об этом никто не узнает. Внутренняя культура. Ну и последнее, духовность. Здесь не буду долго рассказывать, потому что здесь рассказывать надо или долго, или вообще никак. Развивайте свою духовность. Духовность, это не равно религиозности. Узнайте, что такое настоящая духовность, развивайте свою духовность. Мы должны быть духовными обязательно. Бизнес такой, с людьми работаем. Ну вот, собственно говоря, есть совсем последнее. Когда одного человека спросили, великого, известного, а вы умеете играть на скрипке? Он очень правильно ответил. Не знаю, не пробовал. О чем я? Друзья мои, попробуйте пожить жизнью лидера. Поживите жизнью лидера неделю, месяц. То, о чем мы сейчас с вами говорим, то, что вы слышали на других мероприятиях от лидеров крупного уровня. Позвольте это вооружение, попробуйте так жить. Откуда вы знаете? А может быть, вы прирожденный лидер? Если вы этого не пробовали, попробуйте жить лидера. А вдруг это ваша жизнь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ